Семинар называется «Профилактика, мотивация, реабилитация, ресоциализация, стражащих, наркомания, алкоголизм». Для открытия давайте мы дадим слово главурачу нашей больницы, Игорь Владиславович Клайнов. Спасибо. Ну, прежде всего, все мы, наверное, интересуемся в силу своих профессиональных компетенций, либо просто интереса статистикой. Поэтому, предваряя сегодняшний наш семинар, хочу вам напомнить, что ситуация с заболеваемостью, зависимостью, с распространением наркотиков, психоактивных веществ и алкоголя, пораженностью соматической патологии, то есть тех болезней, которые возникают вследствие пагубного употребления, остается в области стабильной. У нас неплохие показатели, как на фоне Центрального Федерального Укрова, так и на фоне Российской Федерации в целом. И цифры сейчас, наверное, нет смысла здесь их озвучивать, но приезжали представители Росдравнадзора, нас инспектировать интересовались. Мы выглядим достаточно неплохо. И, прежде всего, такие показатели – это не какая-то культуральная особенность нашего региона. Как говорят, где-то пьют, где-то потребляют наркотические вещества, психоактивные препараты. Это не какой-то спорадический случай, когда ситуация может одномоментно в ту или иную сторону измениться достаточно значительно. Это результат, я считаю, постоянной кропотливой работы всех заинтересованных лиц и структур. Мы все винтики в одном механизме, от которого зависит вот этот самый результат. Не только мы, как медицинские работники. Свою лепту вносят правоохранители, которые препятствуют распространению зелья. Общественные организации, центры, фонды, движения, которые неоценимую помощь нам оказывают. Там большое количество сотрудников. Мы бы без их содействия не достигли бы таких результатов. Естественно, государственные структуры, различные комитеты, департаменты по делам молодежи, социального обеспечения, культуры и так далее. Ну и наше отдельных слов стоит наше взаимодействие с Курской епархией, со священнослужителями. Мы должны не только обеспечивать, вот у нас в медицинском мире есть термин преемственность, да, при направлении больных для достижения максимального результата. То есть человек, то есть это профилактика, лечение, реабилитация, маршрутизация пациента, да. Мы должны передавать бережно пациента из одного звена здравоохранения в другую. Здесь то же самое. Речь идет о преемственности, но не только это является нашей целью. Мы должны помочь друг другу и вооружить друг друга необходимыми знаниями. Мы как врачи, как медики должны наша задача состоит в том, чтобы постараться донести до священнослужителей те знания, которые обладаем мы. Этиология, патогенеза, это все-таки заболевания, это все-таки как бы мы не... Мы все сходимся во мнении, что это грех, что это искушение, но тем не менее это является болезнью, заболеванием, аддикцией, да. Священнослужители помогают нам в понимании евангельского образа жизни, то есть осознании осознании смысла жизни, праведности пути, нахождении своего «я» в этой жизни, то есть тех духовных знаний, которые, как правило, не хватает ни нам, как врачевателям этого недуга, ни как простым индивидуумам и сынам Божьим. Поэтому эта помощь, это взаимодействие. Мы сегодняшним семинаром, можно сказать, открываем новую страницу в нашей летописи, нашей совместной нашей совместной работы, сложной работы. состоялись вот рождественские чтения, да, и главный нарколог Российской Федерации психиатр-нарколог Евгений Федорович Брюн сказал о том, что да, наша миссия, безусловно, важна, медицинская миссия, но без воспитательной роли русской православной ценности священного синода, значит, наша работа, ну, что ли, неполная, она не приводит к тем результатам, которые мы хотим в итоге получить. Еще одним подтверждением важности нашей совместной работы является то, что духовно-нравственная программа русско-православной церкви принята и рекомендована как основная программа при реабилитации наркозависимой. Да, мы долго пользовались и ставили во главу угла ранее, ну, сейчас уже не скажешь, новомодные, ранее модные программы зарубежные, такие, как 12 шагов, да, но наша православная программа, она более адаптивна к нашим русским православным людям. Это наши духовные ценности, передаваемые нами из поколения в поколение, поэтому, собственно говоря, она должна стать основной, это имеет место быть уже сейчас, и она приносит максимально эффективные результаты. Ну, и завершая, свое выступление, хочу еще раз напомнить слова Сократа о том, что врачу и тело нельзя не заботиться от души. Это, ну, собственно говоря, лучше не скажешь, как нельзя лучше отражает вот то настроение, тот посыл, под гидой которого мы сегодня собрались и открываем нашим вот эти совместные занятия, совместные обучающие семинары. Сегодня нас будут просвещать и наставлять священнослужители Курской епархии, а потом я надеюсь, что у нас будет ответное вот такое вот занятие, конференция, на котором мы поделимся своими знаниями. Все, спасибо. Спасибо, Игорь Владиславович. Видите, вы хорошо под конец сказали, вот, потери и душе, но все-таки ко всему прочему, где-то вопрос такой, как сказать вам, если человек верующий, то с ним проще разговаривать. Вы принимаете всех, и верующих, и неверующих, и врачу, не всегда может быть удобно говорить о душе, потому что не всякий приходящий к нему может понять его. Хотя у нас есть хороший пример святителя Луки Луина Синецкого, который не стеснялся перед всякой операцией молиться, призывал всякому, который делал свои действия операции, к молитве, и мы знаем, что всегда у него операции проходили успешно. И его труды по гнойной хирургии являются основополагающим трудом таким, основным трудом для многих хирургов. Поэтому, конечно же, еще есть одно выражение, нужно поговорить, как у нас говорят, в здоровом теле здоровый дух. Но правильнее высказание звучит так, нужно молиться, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Подчас мы понимаем, что есть человек здоровый, но дух его настолько ослаблен, так условно скажем, что он особенно молодой человек, у которого страсти кипят, он только находится на пути становления, у него еще, как у нас говорят, вырастет, он сам все поймет. Но мы видим, когда вырастают, делают такие грубые ошибки, из которых просто-напросто невозможно вы выйдете. Мы с вами знаем, простой пример, например, игры бога. взяли шарик и бросили его. То есть, когда он в руках, то мы можем и так махнуть, и всяк, и всяк, но как только, только когда он в руках, вся, вся воля, энергия твоя в нем. Но как только оторвался от руки, ты уже ничего не сделаешь. И подчас человек, когда сделает что-то, прежде чем что-то сделать, должен подумать. И нас в детстве, особенно, меня учили, как говорил мне отец мой. Вот ты сегодня задавил муху, завтра ты убьешь человека. Сегодня ты взял с вазы конфету, а мама не разрешила здесь, завтра ты заливишь в дом и украдешь. То есть, такие сильные перегибания гиперболы давали понятие мне, что нельзя этого делать. И когда мне в 6 лет, когда мне было, сказали ребята, на, покури ты что? А мне, папа сказал, мне нельзя ни в коем случае не делать. И никогда в своей жизни не курить. Никогда. То есть, вот эти вот вещи, которые, наверное, привязываются человеку с детства, они необходимы. То есть, процесс воспитания для человека, конечно, должен быть самого основы, самого зачатия, можно сказать, с образа жизни родителей. И когда мы видим, что люди этим пренебрегают, нельзя кратить детей. Почему? Они вырастут сами. А если они не будут сами? А вот вы наоборот говорите, они потом уже должны говорить. Но когда вы своего ребёнка не выпускаете после 10 на улицу, вы уберегаете его от сложных ситуаций жизни. Вот то же самое происходит в процессах реабилитации, принятия этих людей. Вот приходит к нам человек, конечно же, врачу, ему что только приходится сделать? Снять химическую зависимость, ну, грубо говоря, как всё, обобщают. Вот. А дальше что? Он опять выйдет и начинает делать свои дела. Приходит к нам в храм человек, который имеет проблемы с приобретением наркотиков. Что он просит у Бога? Он просит, Господи, помоги мне найти дозу. То есть, насколько грех человеческий извращает его волю, и человек совершенно не представляет, что просить у Бога. И даже не то, что он просит у Бога, он просто отчаянно кричит куда-то туда. Может быть, там что-то есть, которое меня услышит. Вот это вот с этим вопросом нужно в корне разобраться, разбираться нам. Потому что, если человек куда-то туда просит и ищет кого-то того, кто его услышит, на той стороне неведомый, то он может просто-напросто молиться в пустоту. Хотя сказано, я стою и стучу двери сердец каждого из вас, кто призовёт именно этот спасётся, в Священном Писании. Поэтому, конечно же, для нас с вами очень важно правильно определить человека. Поэтому, конечно, мы как священники стараемся в общей нашей работе людей, которые приходят в больницу, они приходят, чтобы получить облегчение, когда они уже здесь, а приходят в основном в больницу какие люди, которые вначале им говорят, да ты же вот там алкоголик, да какой же алкоголик я, ну я же не алкоголик, я нормальный. Когда он уже дошёл да уж до крайности и уже, мне кажется, перевалил за эту крайность, тогда он, конечно, обращается к врачу. А врач что может сделать? У нас, говорят, психосоматика, да? Психосоматика, душа, правильно же? То есть, мы можем соматические всевозможные, как врач, снять симптомы, но всё зависит от дальше, что он вышел отсюда и опять начал сказать, что происходит? Как? И вспоминаем в басне Крылова, как тяжело это работает, из болота тащить бегемота, а когда он ещё упирается, поэтому нужно этому бегемоту сказать, что он двигался, вот, поэтому человек, который плывёт по реке, не имеющий весел, конечно же, он разобьётся. И наша с вами цель, конечно же, помочь этому человеку. Поэтому и мы здесь, как священнослужители, мы ни в коем случае не хотим заниматься прозелитизмом, но прозелитизм, то что такое обращение к вере, да, это, ну, может, одно из основных условий к тому, чтобы человек встал ровно. Мы не говорим о том, чтобы, как часто нас учили, что религия это опиум для народа, мракобесие. Вот сейчас на мракобесие развивается язычество, когда приходишь, сейчас в лесу, приезжаешь, все деревья пообняли и стоят. Ну что, вот эта энергетика и тому подобное, и вот нам нужно корням, каким корням. Поэтому в начале, я как руководитель социального отдела, хотел бы, конечно же, сегодняшние лекции, ну и лекции, маленькие такие докладики, которые сейчас скажут нас священнослужители, обратили внимание на эту вот проблему, что мы с вами делаем дело, которое действительно необходимо. Мы знаем, что мы всегда вторые, потому что врач, он и есть врач. Почему он называется исцелитель Пантелеимон? Мы молимся Пантелеимону как мученику, но как врачу. Но он знал, что обратившись к Господу, мы сделаем все необходимое. Как знал, в священном писании написано, всякий, кто призовет имя мое с верой, тот спасется. Поэтому, конечно же, сейчас Игорь Владиславович указал на 12-шаговую систему, которая, в принципе, работает, но она имеет как вот этот шар боулинга. То есть, если он точно пошел, то он собьет все фишки, а если его чуть-чуть сбить, то можно сбить какую-то фишку, но все положить невозможно. Поэтому для русского менталитета, русского понимания ума 12-шаговая система немножко выходит за вот эти рамки тех наших людей, русских. Для западных людей, которых живут плюрализмом мнений, либерализмом, это может быть и необходимо. У нас это нельзя делать, потому что если мы сейчас ведем либерализм в наши умы, Россия просто-напросто развалится. Развалится такой силой треском, который будет хлопать весь мир и радоваться наконец-то Россия рухнула. Поэтому конечно мы не можем приемлить эти мировоззрения. Поэтому конечно же разработанные и пущенные методики реабилитации и ресоциализации как у нас говорят, то они которые уже прошли не одно десятилетие жизни, то мы можем сказать что они действительно успешны. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы с вами наладили эту работу в полной мере. Конечно же всегда обращаются к врачу, но священник всегда должен быть каким-то пастылем у врача, который мог бы дать возможность врачу в полной мере ощутить себя лекарем, человеком которого спасают от этой зависимости. Потому что мы часто видим насколько переполненные больницы и беспросветность этих людей они по многу раз приходят и настолько атмосфера такая гнетущая которая и влияет и на жизнь личную тех людей которые работают с этими людьми которые в принципе впустили свою душу в грязь дьявола и он разворачивает себя в такой мере вот если считаешь Серафима Саровского как он говорит если хочешь если ты стяжешь в себе то есть приобретешь Духа Святого то вокруг тебя спасутся тысячи а если там будет стяжаться не Дух Святой а демон то конечно все кто вокруг соприкасается с ним что будут грязью поэтому сказано читаешь Псалтырь царь Давид пишет с праведным праведным будешь с преподобным преподобным будешь а с остроптивым развратишься поэтому конечно же врачу соприкасающему с людьми которые имеют болезни тем более имеющие духовную подоплевку конечно же очень сложно и мы священнослужители я надеюсь потому что мы тоже люди и имеем тоже свои грехи и тоже молимся Богу чтобы мы были на нужном уровне и русле как Христос говорит кто верует в меня идет по мне тому дару путь истины и жизни поэтому конечно же я надеюсь что вместе с вами мы как церковь а церковь это что это все люди которые объединены верой в Иисуса Христа потому что 12 шаговая система не говорит о вере Христа она говорит просто о высшей силе а высшей силой можно назвать и дьявола который действительно называет себя Христом и дьявола может принять светлого ангела поэтому может нам подать такой путь который мы просто-напросто завязнем и думаем что вроде мы делаем на самом деле мы уже сидим по шее в болоте и думаем что мы вот уже разгребаем а мы только плаваем в этой жижи но не выгребаем ее поэтому я надеюсь что общими усилиями Игорь Владиславович с врачами всей нашей больницы мы священники что-то можем сделать хотя мы не говорим что если мы по-настоящему веруем во Христа у нас все получится я не призываю вас верующим потому что многие из нас верующие а может верующие по-своему у каждого своя вера ну дай бог чтобы эта наша вера способствовала многим-многим восстановлению спасибо ну а сейчас партнеря Александра Нечукин скажет доклад на тему итоги мониторинга общественной системы помощи энергозависимым мы работаем исходя из тех планов указаний которые нам подаются из нашей патриархии московской мы это все перерабатываем исходя из своего опыта знания церковного предания и церковного учения совершаем эту работу 182 епархии принимают участие в этом это огромное количество и 138 ведут антинарологическую деятельность говоря о конкретности хотел бы сказать следующее мы в первую очередь это наш подход нашего прихода уделяем значение со-зависимых 90% которые приходят к нам и обращаются это со-зависимые в первую очередь и мы здесь делаем упор на то чтобы помочь им понести правильно эту ситуацию не впасть в уныние в печаль обрести мужество и понимание как им вести себя в отношении своих больных родных и близких чтобы они стал это для них личной трагедией и причиной уныния печали погиблить это печально но человек должен быть внутренне так устроен что все вокруг происходящее на его стержень и мир души не влияет вот церковь эту задачу решает насколько она сложна вы можете понять и никто этим не занимается и вообще не имеют понятия когда со-зависимые правильно несут ситуацию они очень великую помощь большой оказывают своим родным и близким достигают больших результатов вот по стране только 600 человек когда 10% обратились зависимы 90% обратилось не со-зависимы церковь для решения этой проблемы из 600 человек 50% получили положительный результат это по всей стране в течение года это конечно высокий результат мы участвуем во всех съездах слетах и секциях посвященных данной теме используем полученные материалы для составления своих планов в латинской работе и этим руководствуем наше сотрудничество функционирует воскресная школа общество трезвения 75 человек сюда же входят и те люди которые являются зависимы каждое воскресенье мы с ними проводим занятия и вот для того чтобы достичь той цели о которой мы говорим чтобы обрел свободу всякий человек от обстоятельств внешнего плана и от состояния его близких и родных он должен обрести смысл жизни вот об этом мы на этих занятиях говорим когда человек обретает смысл жизни у него появляются жизненные силы внутренние духовные у него расширяются настолько возможности понимания воздействия на себя и на ближних что он в общем-то преображается и это есть божественная реальность задача вообще человека и всех здесь стоящих хочу обратиться к врачам в первую очередь обрести целостной мировоззрением это означает в своей жизни деятельность учитывать божественную человеческую реальность вот если бы врачи этим путем шли как архиепископ Лукави Сенецкий то у них были такие огромные возможности раскрылись в их деятельности о чем они даже сейчас и не помышляли именно подходы к лечению больных этого плана мы то все с вами рассчитываем на человеческую реальность то что человек практически как в опыте набирается исходя из того чему обучают так дальше но это же не что последнее божественной реальность тогда бы у нас конечно результат был бы совершенно иной очень большую работу проводит отец Виктор здесь на территории больницы практическую связную с молитвами и с беседами последнее время мы стали обращаться к такой форме как волонтерское движение в связи с тем что при нашем храме функционирует иконописная школа это молодые люди у нас учится 50 человек и те уже кто выпустились они ведут образ жизни здоровой молитвенной и вот именно показать что это возможно молодым людям и тем кто зависим и их выступления и ознакомление с их образом жизни они живут на полной основе в храме телевизора там нет такое соблюдают посты такое закрытое помещение и никакого уныния никакой печали и никаких вот этих вот попыток искусственным образом повысить себе настроение вот этим мы тоже сейчас последнее время занимаемся это приносит определенные результаты вот бы хотелось сказать о чем работа наша направлена на результат мы постоянно находимся в способности круглосуточно принять вызов тех кто нуждается в этом и ответить на него у нас есть соответствующее дежурство телефон и могут в любое время позвонить и получить разъяснение как им поступать в данной ситуации эту работу мы будем развивать и дальше и с вашей помощью и совместно я думаю что мы устоим каждое поколение оно отвечает за свое время вот наша задача все вместе чтобы человечество выжило а не погибло из этого безумия которое которое возможно если это не противостоять ну а отца Виктора вы знаете наверное вы часто здесь видите он совершает молитву вот прочтет доклад принятие личного бессилия как необходимые условия для обретения свободы от зависимости дорогой Игорь Владиславович дорогие братья и сестры хочу поблагодарить вас за то что вы предоставляете возможности нам трудиться молиться общаться с больными здесь на территории больницы и конечно как священник хочу сказать из личного опыта больной человек находящийся в нужде он все таки больше раскрыт сердце его больше открыто к Богу потому что именно нужда именно боль скорби слезы разочарования это те вещи которые больше всего нас и по сути и понуждают обращаться к Богу поэтому прежде чем приступить к своему докладу хочу попросить вас дорогие мои не побоюсь этого слова сотрудники мы вместе действительно с вами делаем одно общее дело если есть возможность информируйте пожалуйста своих больных о том что каждый четверг в 16 часов здесь в этом зале мы проводим встречу с больными служим небольшой водосвятный молебен я обращаюсь как правило всегда с кратким таким словом подталкивающим наших больных к рассуждению к обращению к Богу с молитвой прежде всего пытаюсь в них возродить то чувство которое является основополагающим делом возрождения человеческой души и его выздоровления телесного это вера Бога и так значит что касательно моего доклада какие же причины есть почему человек оказывается в таком можно выразиться правильно в бессильном состоянии что он не может противиться тому состоянию в котором плачевном той болезни тем движением его духа души тем физиологическим процессом которые происходят внутри него и человек оказывается сам не властен над собой над своей жизнью и так конечно же человек не способен самостоятельно противостоять дьяволу и падшим духам потому что действительно здесь речь идет о духовной битве духовной войне действительно за наши души идет серьезная борьба потому что все таки давайте поделюсь своими мыслями с вами вкратце то состояние человека его здоровье его ума его физиологии его сердце которое мы с вами называем здоровым состоянием нормальным состоянием на самом деле по учению церкви является падшим состоянием потому что нормальное по настоящему в прямом смысле слова состояние ума и сердца и физиологии человека это состояние обожженного спасения спасенного человека освященного благодатью святого духа пример можно привести состояние серафима саровского когда он молился вместе с мотовиловым и вдруг мотовилов увидел как батюшка серафим просветилось лицо его сиянием света и он вдруг почувствовал такую великую радость и такое счастье которое излучал сам батюшка серафим находящийся в молитвенном состоянии рядом с этим человеком то есть именно обожженное именно состояние человека души в близком контакте состоящая с Богом молитвенном созерцательном состоянии есть нормальное есть то состояние человеческой души которое должно быть тот человек которым Бог изначально создал его в таком состоянии в состоянии теснейшего союза и общения с Богом, и в этом состоянии человечество находилось до того, как Адам и Ева вкусили запретный плод. После этого они сами и все их потомки, и мы с вами в том числе находимся в ненормальном состоянии своего тела, своей души, своего духа, своего ума, потому что мы потеряли живую связь с Богом. Ну а состояние болезни, состояние алкоголизма, наркомании и прочие многие другие страсти, а все начинается с самой главной страсти, как аскетика учит нас, это гордость, это есть уже вдвойне ненормальное, то есть церковь называет падшее состояние. И можно так выразить, такой пример привести, что человек находится сейчас, нормальный, здоровый человек находится в среднем состоянии между миром Божьим, все-таки он только может быть полноценно счастлив, здоров и полноценно как бы проявить все свои и развить в себе человеческие качества только рядом с Богом и между миром падших духов. И происходит такая борьба, Господь своей благодатью, своей милостью, своей любовью, своим божественным словом нас всех призывает к себе, чтобы мы возвысились над своей серой обыденностью, так сказать, возвысились над своим нормальным состоянием нашей жизни, когда работаешь, 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 потом оплачиваешь платежи, потом снова оплачиваешь, работаешь, работаешь, потом снова тратишь, работаешь. То есть вот для нас нормальная жизнь – работать, работать и работать. Но Христос нас призывает Болево Высшему, чтобы мы посвятили всю свою жизнь и свою деятельность, конечно конечно же, общению и познанию Бога. И потому что в этом кульминация всей нашей жизни как таковой, верою в воскресение мертвых и в жизнь будущего века. Именно такими словами заканчивается символ веры. Поэтому, конечно же, когда речь идет о болезни, и уж тем более о пьянстве или наркомании, то, конечно же, здесь не обходится без того, что падшие духи и прямо, и косвенно, и через мысленные прелоги, и прямым воздействием, и всячески пытается человека отвернуть от Бога, соответственно, направить его жизнь, вектор его жизненный, уйти вниз в ту долину падения, в которой и сами находятся. Итак, и невозможно, действительно, невозможно восстановить то нормальное богочеловеческое общение между нами и Богом, просто идти одними человеческими силами, потому что нужна сверхъестественная божественная помощь, человеку для того, чтобы стать действительно полноценным, здоровым, светлым, как батюшка Силарофим, добрым, добродушным, открытым человеком, нужна необходимая помощь Божия. Одними лишь человеческими средствами и силами, конечно бы, это нам, дорогие, не под силу. Итак, ну есть некая крайность в понимании нашего бессилия. Еще в Древней Церкви существует такая ересь, как называется, пелагианство. И суть этой ереси заключалась в том, что они, пелагиане, предполагали, что человеку, возможно, самому бороться со всеми страстями, со всеми вредными привычками и пороками, обходясь абсолютно без участия какой-либо-то сверху божественной силы и благодатной помощи. И другая крайность, это уже доктрина кальвинизма, что якобы человеку не стоит сильно напрягаться и делать какие-то усилия, потому что сам Бог решает, кому быть трезвенником, язвенником и спортсменом, а кому быть предречено быть алкоголиком, наркоманом и прочим, прочим, прочим. Поэтому, конечно же, Церковь отвергает все эти две крайности. Вторая крайность уж совсем прям такая богохульная. Получается, что в нашей ситуации мы бы тогда смотрели на больному в глаза и говорили, ну, дорогой, так Бог решил быть тебе алкогольником, никуда не денешься. Поэтому это очень страшно предположить, что Бог может быть причиной болезней, страданий, скорбей человеческих. Это очень страшное заблуждение. И Церковь все-таки выбрала серединный путь. Серединный путь заключается в том, что Церковь учит, такой богословский термин есть, синергия, то есть сотрудничество. То есть этот термин употребляется в Священном Писании и обозначает сознательное соработничество, сотрудничество двух личностей в достижении общей цели. И, конечно же, первая личность, высшая личность, это есть Господь Бог. И вторая личность, которая нуждается в сотрудничестве и в общении с этой личностью, есть человек. И, кстати, сейчас модно увлекаться всевозможными восточными культами, а именно христианство, его суть от всевозможных восточных культов, отличается от того, что мы принимаем Бога как личность. Не некую безликую силу, которой можно приобщиться какими-то действиями, а это есть живая личность, с которой возможна личность, межличностное отношение, общение и взаимовспоможение. Итак, как же мы на практике можем реализовать этот принцип синергии, то есть сотрудничества личности? В данном случае возьмем больного человека и сверхличности Господа Бога. Итак, это прежде всего вера в Бога, Его благодатную помощь. Без веры невозможно. Это первый шаг, который должен сделать, должен перешагнуть эту черту маловерия или безверия. И вообще хочу сказать, дорогие, что именно маловерие, безверие, безнравственность, невоспитанность, скорее всего, духовная опустошенность в семье, в личной жизни, как правило, и приводит человека к таким плачевным последствиям, как наркомания и алкоголизм. Поэтому нужно начинать с веры, с веры в Бога, что Он поможет, что Он есть, что Он существует, что Он рядом с нами, что Он нам соболезнет, что Он верит в нас, что Он для Того пришел в наш мир, чтобы дать нам спасение и благодатную свою помощь, и руку помощи своей протягивает каждому из нас. Второе. Сознательное и добровольное желание жизни с Богом. То есть это действительно человек, нужно достучаться до личности, до ума, до сознания человека. И как бы человек боли не был, в каком бы он одурманенном состоянии, в опьяненном, конечно же, не был, ну, естественно, после того, как вы уже примете свои медицинские меры и немножечко, так сказать, протрезвите человека, тут уже мы подступаем. И к тому хотя бы частично просветленному сознанию уже есть все-таки надежда обратиться и найти, найти те живые нитки, которые все-таки в каждом человеке, пока он еще дышит, пока он еще живой, ну, как бы он падший не был, все равно что-то прекрасное, что-то божественное, все равно что-то человеческое в каждом, даже в падшем человеке, всегда остается. И наша задача, задача священника, найти вот в этом хламе, в этом мусоре, в этих грязных мыслях, этих чувствах, вот этим всем наносном, все этом принесенном извне, чуждом человеку совершенно, вот эти образ мысли, образ действия, какие-то, ну, все это мирской дух, этот все нужно, как бы, разобрать, все это убрать лишнее и найти в человеке то божественное семя, то искринку, вот тот огонек, который есть в каждом из нас, и акцентировать внимание на больного человека, что в нем это есть, что он сможет, и эту маленькую лучинку, она еще не потухла в нем, можно разжечь до огня, который попалит все эти страсти, все эти наслоения и возродит его, как бы воскресит его измертия. Мне прямо сейчас вспомнился образ Раскольникова из «Преступление и наказание». Как бы там ни было, какой бы он больше ни был, как бы он ни старался в безумных своих мыслях в начале романа, да, приступить эту черту, что он считал, что это он будет, это как бы сверхчеловечество, сверхчеловек должен, иногда ради какой-то высшей благой цели, даже необходимо ему переступить через какую-то черту, если нужно даже кровь пролить. Так вот, вот эти все безумные мысли у Раскольникова, да, в этом романе уходят, когда он встречается с настоящей любовью, с Софией, и которая его своей любовью, своей заботой о нем, ну и Катарка, конечно, свое дело сделала, все-таки возродили в нем что-то человеческое, что все-таки в нем это было, но какими жертвами, да, убийством и даже смертью собственной матери. Пришлось ему до этого воскресенья дойти, но все-таки он дошел. И третье, деятельное осуществление этой воли Божьей в личных поступках, то есть мы, конечно же, молимся Богу, обращаем внимание на нравственность и говорим на молебнах, и всегда цитируем внимание, что через нравственность путь к спасению, к путь к выздоровлению лежит через нравственность, через добрые поступки. Ну, методики, да, коррекции, то есть восстановление человеческого сознания и правильной ориентации себя в коллективе, в жизни, вот мы об этом сейчас и говорим. Пробудить совесть человека, помочь в осознании слабости нравственной воли и плодов поражения в борьбе с зависимостью, и изменить установку личной свободы и границы собственных возможностей. Ну, в принципе, мы сейчас об этом с вами говорили, и завершу свой доклад словами Евангелия. Сам Христос говорит нам, что «Я есть глаза, а вы ветви, и кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего, ну, ничего, в смысле ничего хорошего». Плохое, то мы можем много чего наделать, а ничего толкового, хорошего, полезного без Божьей помощи, на самом деле, мы сделать не можем. Так устроено наше бытие, так мы, потому что мы Богом созданы, потому что мы Его дети, и без Бога мы, конечно же, никуда. Поэтому желаю вам помощи Божьей, дорогие наши сотрудники, дорогие врачи, вам тоже терпение, помощи Божьей, и, конечно же, чтобы вы лично сами тоже духом не падали, и какие-то сложности жизни, чтобы не сбили вас с правильного пути, и вы сами были в хорошем, добром, светлом настроении, чтобы один только лишь добрый взгляд в вас, уже в больном, который пришел к вам, возбудил в нем что-то доброе и хорошее, потому что я хочу сказать, что любовь, понимаете, только любовь спасет мир, больше ничего. Ну, вы все знаете Марину Аркадьевну, и театр, вот, она является координатором между грабоохранением, так можно обществовать, и пульской и плах. Я благодарна, что в течение 10 лет мы с вами идем по пути становления этого нелегкого взаимодействия, и начиная у него еще Юрий Михайлович, большая ему благодарность от нас, от всех, что в те далекие трудные времена, когда о Боге и произносить нельзя было, как подвергнуться каким-либо огонениям или представлением, что ты не совсем здоров на голову. Но на сегодняшний момент этот путь мы прошли с вами вместе, все отделения, все высококвалифицированные врачи наши со своей стороны оказывают всякую помощь, которая можно и своими силами душевными, очень похожа на тех людей, которые несут монашеский труд. Так как, находясь рядом с этими тяжело больными людьми, и в отделении, которое, как бы, оно называется у нас нервное, но больше оно название имеет по нашим сегодняшним термонологиям созависимое. То есть в большинстве своем там находятся родственники тех людей, которые страждут каким-то недугом, алкоголизмом, наркоманией, и они в этом состоянии беспомощным поступают также и в отделение Юрия Леонидовича Рахлеева, который многие годы сотрудничает с нами, помогает, организовывает, приход, как бы, корректирует возможность стадии того заболевания, когда в этой стадии медикаментозное лечение уже подходит к концу, и возможно применить психологические и духовные методы к становлению человека, так как в экстренном состоянии, когда они поступают, и находятся под медикаментозным лечением, и не способны еще к активному взаимодействию со священником. Также благодарны, что в этом участвуют психотерапевты, медицинские и клинические психологи, которые, обследуя личность, выставляют в дальнейшем возможность перевести пациента на следующий этап. То есть духовный этап, он необходим в тот момент, когда медикаментозное лечение, психологическое обследование уже проведено и скорректировано для возможного этого состояния. И когда мы только начинали, у нас были варианты, когда больные могли неадекватно себя здесь вести в этом общении, могли терять сознание. То есть за эти долгие годы мы откорректировали и врачи отделения, и психологи переводят на этап взаимодействия духовного, уже в состоянии, когда человек готов, и главное, есть его воля изъявления, именно в православном направлении формировать свое дальнейшее участие духовное. Также у нас есть отделения, они дневной стационар. Здесь у нас долгие годы, потихонечку, по капельке, складывалась мотивационно-подготовительная работа. На сегодня эти задачи отключают себя. Помочь прекратить наркотизацию, вырвать человека из криминогенной среды, мотивировать его на прохождение реабилитации, формирование у него желания возвращения в социум социально ответственными установками, формирование навыков самообслуживания, прохождение медицинского обследования, снятие психоэмоционального напряжения всезависимых, восстановление семейных отношений, подготовка к основному загородному этапу реабилитации. То есть загородный этап реабилитации мы формируем на основании желания человека либо на территории Курской митрополии пройти, либо выехать в какой-то один из тех реабилитационных центров, которые мы вам показывали, какое количество, 153 по всей патриархии на сегодня они есть. Дневной стационар организовывается ближе к загородному реабилитационному центру, но у нас вот часть работы, которая медикаментозная, она проводится в нашем стационаре. Дальнейшая подготовка проходит в группу для реабилитации и реабилитации на православном этапе, в шаговой доступности к храму. В шаговой доступности у нас, слава Богу, Нижний Тройский храм Нагайдара, Всесвятский храм, Знайманский монастырь. То есть наш город богат духовными местами, где всегда готовы встретить организованные службы при социальном отделе. У нас есть при каждом храме социальный сотрудник, который ведет эту кропотливую работу, отслеживает всех поступающих, организовывая группы. И сюда, конечно, подключаются на месте, на переходах, верующие прихожане, которые имеют специальное образование, в частности, педагогическое. Нахождение зависимого проходит от 5 до 6 часов в день на этих местах. Большую работу проводят храм Вознесения и Нижний Тройский храм. На данный момент здесь уже уровень достиг правильного понимания в том смысле взаимодействия с медицинскими организациями, в том числе, в частности, с наркологической больницей, как и представлено по патриархии таких крупных учреждений в городе Москвы, Петербурге и Екатеринбурге. То есть эти центры являются для нас сегодня местами, где мы учимся и берем их опыт, и рекомендован он к применению на местности. В сотрудники дневного стационара у нас включаются консультанты, руководители диспетчера. Как я сказала, педагоги, священнослужители, светские специалисты, психотерапевты, психологи, педагоги, консультанты, студенты, семинаристы духовных и светских вузов. 10-12 человек на волонтерской основе. Следующий. То есть тот штат, который у нас есть. Следующий. У нас развито на сегодня уже первичное консультирование. Самым распространенным видом из него является телефонный разговор, телефон доверия. Основной задачей консультанта в этом разговоре является мотивирование обратиться на личную встречу. То есть следующим этапом является очная встреча с пациентом и его родственниками. При поступлении в дневной стационар, который находится, раньше он у нас находился при храме всех скорбящих радостей, там заполняют заявления анкеты поступающих на реабилитацию, заполнение договора социальной реабилитации и, конечно, самое важное, собеседование с родителями. Как сказал сейчас отец Александр, 90% у нас по обращаемости в митрополии, являются родственники. И всего лишь 10% сами больные. И в связи с этим большая работа проводится именно с родственниками во всех этих мотивационных центрах. Большая часть отец Александра сказал в его храме. Отец Павел пока не упоминал, что так же не только в его храме, но и в других храмах нашей митрополии. В краткий обзор видов работы созависимых входит регулярное посещение богослужений в соответствии с расписанием, еженедельное участие в занятии духовного блока, еженедельное участие в психологическом тренинге, еженедельные встречи с выпускниками реабилитационных программ. Навыки для созависимых необходимо проводить при сними встречи. Рекомендации по изменению поведения в отношении к зависимым. Вот у нас на столе представлены разработанные в прошлом году по материалам патриархии, именно нашей епархии, методички для работы с созависимыми, психотерапевта и священников. Ориентация на активное получение психологической помощи, понятие о гарантицах личности, обмен опытом родителей, чьи дети находятся на разных стадиях реабилитации, создание мотивации на собственный процесс воцеркования и многое другое. Вхождение в зависимый в реализационный процесс, он начинается, конечно, на территории нашей больницы. Это медицинское обследование, при необходимости проведения детоксикации, соблюдения распорядка дня, если он находится на территории, если он находится у нас на дневном амбулаторном прихране или монастыре, там он должен также соблюдать и внешний вид, и благовейное поведение, и другие правила стационаря. Основная задача при вите послушного поведения ответственности. Тяжелые нарушения на территории переходов, монастырей, за которые удаляются они у нас с этих моментов реабилитации, это кража, попытка распространения психоактивных веществ. Случаи опоздания или срыва в анкету мы им вносим, что они нарушали правила общего реабилитационного процесса. Общие сведения о программе – это учебно-методическая программа дневного стационара на приходе и в монастыря. Она состоит из трех блоков – духовно-нравственные, психолого-педагогические и культурологические. Духовный блок включает катехизацию, церковные истории, изучение священного писания, базовые компоненты, литургики, другие церковные дисциплины, адаптированные под короткий сток. Психологический блок – навыки, коммуникация, семейная психология, работа с профилактикой срыва, осознание реабилитантами причин и следствия употребления наркотических средств, осознание ими реальной действительности. Трудовое послушание соединяет задачи всех трех блоков. Духовные понятия послушания, психологические умения работать в группе, культурные навыки самообслуживания. Трудовое послушание – это подготовка к загородным реабилитационным программам. Требования к предметам. Ну, предмет, который мы проводим, это отдельно занимаются священства на территории приходов и монастырей и вносят каждый свою методику, которая более приемлема по каждому храму, включая настоятель, знает свой приход, знает, какие у него возможности использовать выцеркленных, педагогов, психологов и врачей на территории храма. Завершение мотивационного этапа обычно происходит в течение месяца-полтора, если человек постоянно участвует в программе. Но большую часть, чем мы сталкиваемся, с тем, что люди начинают, бросают, потом снова возвращаются. Вот эти сложности, они всем нам с вами знакомы. Так же, как в медикаментозном лечении нет регулярности, нет сознания. То есть присутствует симптом аназогнозии, необходимости в лечении. У нас более легкие программы идут, когда человек выезжает уже подготовленный, за полтора месяца, пройдя наше лечение и обследование на базе больницы. Следующий, одновременно, параллельно он проходит на приходе. И дальше мы уже можем дать характеристику священник, настоятель храма. Часто обращаются за помощью к нам в больницу. Игорь Григорьевич, буквально на днях с обращением имел настоятеля храма, когда мы ведем своих пациентов, мы можем направить, рекомендовать для какой-то программы, более укороченной, может быть, лечебной, по больнице, если человек проявляет себя достаточно активно, и в реабилитации осознает свое состояние, и вся семья активно участвует в этом процессе. Поэтому на сегодняшний день мы находимся не на первом месте. Петербург, Москва и Екатеринбург являются главными источниками информации и форм разработанных при участии воцеркленных специалистов, имеющих образование не только медицинское, но и теологические факультеты, и Свято-Тихоновский университет, так же, как у меня есть духовное образование, то есть те специалисты, которым легко сотрудничать со знаниями, своей циркуленностью, со священством и с медицинскими сотрудниками в силу своих знаний. И наша больница является на сегодня достаточно хорошим базовым моментом, на котором можно проводить все эти совместные образовательные формы, и наш опыт потихоньку, он и по всей стране потихоньку, нигде не происходит такое лавинообразное движение, развивается. И благодарность вам всем, я бы хотела, конечно, обратиться к отцам, чтобы отметили, как-то отцу Павлу рекомендовали наградить всех участвующих в этой программе долгие годы активно. И, конечно, благодарность Игорю Владиславовичу, что с первых дней, как он пришел, и пришло руководство под Митрополией с этими вопросами, он содействует всячески сотрудничеству и видит в этом тоже необходимую реабилитацию наших молодых людей, и чтобы в них развивалось, и было основным в рождественских 27-х чтениях было, что она звучала как «молодежь, свобода и ответственность». То есть, чтобы свою свободную волю молодежь наша использовала ответственно, не разрушая своего физического и духовного состояния, и была основой для нашего государства. И мы с вами вносим в эту свою лепту. Я всем вам благодарна, и медикам, и духовенству, что взаимопонимание и активное сотрудничество в этом тяжелом, нелегком труде у нас есть. Мы соберем духовенство и всех, кто занимается на приходом реабилитации, и вообще социальной работой, и ваши представители тоже у нас сделают свои доклады, потому что мы должны взаимно послушать друг друга и наметим с вами основные точки соприкосновения в нашей деятельности. Надеюсь, что все-таки мы сделаем много, потому что, в принципе, нам дано в руки все, дано все в руки, чтобы мы сделали определенные шаги в этом направлении. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Я хотел бы добавить, что не зря люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, да, имеются, прежде всего, неизлечимыми, онкологическими, когда медицина бессильна, огромная часть в них в итоге приходит в болгу. То есть обращаются к высшим силам, и если не дано исцелить человека, да, потому что так вот начертанной судьбой, то, по крайней мере, переосмыслить собственную прожитую жизнь, есть время, и люди уже предстают перед Богом, очистившимися, осознавшие свое место в этой жизни недолгой телесной. А у нас есть, собственно, уникальная возможность помогать неизлечимым больным, да, а с более благоприятным прогностическим исходом. Вот та синергия, синергия, о которой мы говорили, то содружество, то взаимопонимание. Ведь одна столько... Собственно говоря, наша задача основная какая? Выявить такого больного, такого пациента, человека, с определенным реабилитационным потенциалом и передать его в нежные, заботливые руки сначала Марины Аркадьевны, ну а дальше уже будет подключаться, да, лечить его совместно, в том числе и милостью Божьей. Поэтому вот то, что мне хотелось бы, чтобы вы усвоили по итогам этого семинара. Такое сотрудничество у нас уже есть. Вот, его нужно продолжать и развивать далее. Всем спасибо за...